В адрес нашей телекомпании сегодня поступило письмо обращения от коллег с интернет-портала «Общественное мнение». Журналисты усомнились в подлинности видеоматериала, вышедшего в эфир 22 апреля. Речь идет об информации по делу Сергея Вилкова. Журналисты издания оштрафовали на тысячу рублей за использование свастики в социальных сетях. 22 апреля в эфир мы дали выступление автора книги памяти Георгия Фролова, где он крайне негативно высказался об инциденте. Журналисты издания решили, что при подготовке материала мы якобы использовали интервью Фролова, записанное два года назад. И совсем по другому делу. Однако сам Георгий Фролов отметил уже сегодня, что своего мнения относительно подобного поведения журналиста не меняет и считает его недопустимым. 22 апреля давали нам интервью? Давал. 22 апреля, скажите, что давали. Давал интервью и стою, потому что вот это экстремисты. Они наносят огромный вред и ведут к тому, чтобы не только ложь распространять, но ведут к тому, чтобы люди гибли. Поэтому я поддерживаю свое интервью и сейчас говорю, что им пощады не должно быть. Кроме того, при подготовке сюжета в среду 22 апреля журналисты телекомпании РЕН-ТВ «Саратов» обращались за комментариями не только Георгию Фролову. Предложение записать интервью поступало и к общественнику Александру Ландо. Но последний, в свою очередь, не смог встретиться со съемочной группой, так как находятся за пределами Саратова. Своё отношение по делу Сергея Вилкова Александр Соломонович также высказал в телефонном разговоре. Подтвердите, пожалуйста. В свою очередь, мы считаем, что коллегам медиагруппы «Общественное мнение» необходимо принести публичные извинения в адрес нашей редакции за обвинение в возможной фальсификации видеоматериала.